здравствуйте друзья сегодня 6 апреля 21 год мы решили использовать наш крайний отгул который был с прошлого отпуска и выбрались в лес но сегодня мы решили попробовать собирать грибы не по руслам рек где преобладает тополь белые белолистка а прямо вот лесочек здесь в основном дубы и ну еще какие-то другие деревья и будем сегодня мы пытаться найти сморчковую шапочку уже нам попадались саркасцифа дрожжалка оранжевая но приехали конечно мы не за ними а вот за этими грибочками которые относятся к сморчковым видно что в лесу очень немало побывало людей уже до нас много мест расковырено так сказать приподнята листва ну как вы помните я предпочитаю поиск только визуальный собираю то что мне попалось на глаза я думаю что если дело пойдет так то в принципе можно будет сегодняшний день назвать удачным ну сколько здесь по моему десятка два а может быть и три тут наверное главная проблема в том чтобы самому их не подавить собираючи давайте посмотрим что сегодня получится друзья вот нашелся еще и строчок я думаю что это не гигантские но тем не менее вообще строчки в сыром виде для человека смертельно ядовиты есть люди которые что-то из них делают как бы там всевозможными способами там не знаю по нескольку раз отваривать или еще что-то не буду я в принципе его и брать и срывать и даже экспериментировать честно говоря не хочу не совершенно в этом нет необходимости друзья вот что это в нас такое осталось сохранилось что-то первобытное да инстинкт охотника собирателя ну вы же понимаете да прекрасно что нет у меня сейчас необходимости найти эти грибы для того чтобы пропитаться ими какой здоровый красивый на солнышке как главное зайти с правильной стороны потому что против солнца пойдешь сейчас еще достаточно раннее утро сейчас наверно только-только восемь часиков как пробило мы в лесу примерно семи утра и главное найти вот эти полянки нашел полянку набрал пор по корзины а не нашел ходишь и думаешь да где же них берут то и наверное друзья еще я пока была зима делал сюжеты для своей грибной азбуки то понятно что специализировано короткий сюжет о каком-то одном грибочке а вот сейчас репортажи из леса уже наверное я возражу свою традицию каждый раз передавать кому-нибудь привет из своих зрителей с которыми в процессе общения комментариях я знакомлюсь дружусь даже можно сказать и сегодня я хочу передать привет надежде филимоновой из города я так думаю что она из снежного я надежда надеюсь что у вас будет очень хороший грибной год но самое главное я надеюсь и хочу вам пожелать чтобы у вас было мирное небо над головой здоровья вам счастья вот такой громадный но вы видели да друзья сами что здесь я даже не знаю на штук 50 будет на этой полянке я вот нашел такой видимо гриб честно скажу не знаю что это достаточно твердо но сказать если кто-то знает что это то пожалуйста подскажите похож на саркас цифу да но как понимаете явно это не она что же это может быть вот по такому лесу мы сейчас собираем и вот в принципе очередная поляночка очередная хорошая полянка много грибочков еще лезет но в то же время много уже крупных но подернутых плесенью с плесенью мы конечно не берем просто красота друзья вот когда видишь столько грибочков не знаю у меня прям сердце поет радуется сегодня мы точно уже набрали еще сейчас наберем разумеется что все-таки за фаршируем шляпки и очень понравилось нам регулярно мы когда находим сморчковую шапочку то жарим ее на сливочном масле и потом посыпаем свежим укропчиком знаете очень очень даже вкусно и кстати говоря в краснодарском крае ну правда ближе к побережью наверно уже есть информация что нашли несколько сморчков настоящих сморчков то есть в принципе в ближайшее время мы уже будем не только шапочку собирать сморчки то явно более качественные грибы все-таки друзья подошел концу сегодняшний поход по лесу не могу вам сказать что грибы сами так и прыгают в корзину нет нужно походить поискать примерно 5 часов ушло у нас вот на то чтобы насобирать вот это количество грибов также нашли сегодня 5 строчков разумеется мы их оставили в лесу если кому-то нужно приезжайте и обязаны сказать как всегда где мы сегодня были были мы сегодня практически на границе обширонского и горячеключевского районов между станицами и меритинская и тверская всем полных корзин до новых встреч друзья друзья